Сколько раз вы проезжали мимо этого необычного ресторана и думали, да что же это такое? Я миллион! И вот сегодня я наконец-то здесь, чтобы узнать его историю и происхождение. Здравствуйте, мы сегодня к вам. Здравствуйте. Вот столько раз мимо проезжала ресторана, всегда задавалась, что же здесь внутри, думала, заходишь, и как в вагоне ресторан и все. Оказывается, что нет, это было удивлением. Конечно, это отдельный зал наш. Как пришла идея организовать ресторан общепит именно внутри паровоза? Ну, у него такая идея была, что это людям интересно. Они хотят почувствовать эту романтику дороги, ощутить себя, что они куда-то едут. Откуда взяли паровоз? Наш уважаемый предприниматель, хозяин, случайно его увидел и случайно забрал себе. Он реально настоящий, он работал на заводе, ну, там, перетаскивал там что-то. И вот он его реставрировал, договорился с администрацией города, привез там на определенной платформе по ЖД путям. Мы находимся возле необычного паровоза, это так называемый паровоз-танк. Английское слово танк, оно изначально обозначает какую-то емкость, то есть резервуар. В свое время первые танки маскировали под резервуары. Вот этот паровоз, он как раз-таки совмещает в себе все. То есть можете увидеть, что непосредственно на локомотиве имеются по бокам резервуары для воды справа и слева от машиниста. И сзади имеется емкость для хранения угля. Вообще, вот эти танк-паровозы, о них можно сказать, что они специально делались вот такими маленькими, юркими, поскольку они, как правило, использовались для перевозки грузов на каких-то промышленных предприятиях. Сами эти паровозы были разработаны в 1935 году. Начали их выпускать до войны. Коломенский завод, город Коломна, недалеко от Москвы. И потом Новочеркасский. Ну, поскольку началась война, в 1941 году выпуск прекратили. И когда уже после войны, в 1946 году возобновили их производство, то уже стал выпускать их Муромский завод. Этот завод до сих пор действующий, Муромтепловоз. Сделал довольно большую партию, более 2000 паровозов такого типа, примерно 2500. Возможно, что это из этой партии? Да, это у нас как раз-таки Муромский паровоз. Он был изготовлен в 1947 году. Работал он на заводе «Амурсталь». И потом владелец кафе-ресторана привез, договорился, привез его сюда, в Хабаровск. Здесь есть даже настоящая пианино. И гости при желании, как я понимаю, могут сыграть на нем. А откуда это пианино? Это пианино 1863 года. Наш управляющий перекупил его у русского генерала, который его достал с Германии. Иногда вот такие вечера, что гость приходит, хочет поиграть. И все это слушают, конечно, с удовольствием. Им приходится слушать, да? С удовольствием. Ну, начинаем. А вот прямо по курсу находится тот самый паровоз, который виден с улицы. И сейчас мы посмотрим, что там находится внутри. Сейчас мы находимся в вагоне, ему уже 102 года, он сам немецкий, но он в Хабаровске был на тот момент. Также наш владелец его выкупил, переделал, отреставрировал и создал такую чудесную атмосферу здесь. Я читала Анну Коренину и знаю, что в конце книги главная героиня прыгнула под поезд, чтобы покончить жизнь самоубийством. Но если бы Анна Коренина встретила ретро-паровоз, она бы обязательно в него забежала, заказала картошечки и капучино. Екатерина Рискова, Вячеслав Бончужный, Большой город.